Ну вот эта история про цыган, она должна стать достоянием вообще людей. Об этом должны все знать. Это правдивая история, которая произошла очень давно. Ну расскажи. В общем, Чилиби, они так были, Чилиби назывались, карманцы. Дядя Сергея, у него сестра была, она заключается, была дядя Федя, если я помню, Федор Васильевич, они все. У них была такая история, он говорил, когда его мать, ходили цыгане по селу, собирали, ну что-то давали, что-то брали. И однажды к ним пришли, его мать же дети бедные, есть нахотели, все такое. И она, говорит, взяла, вынесла им, ну как он говорил, конечно, понятно, что там, наверное, столько не было. Пол мешка им вынесло серебра, ложки, вилки, там, ну всю утварь, которая была в селе, у них дома. И вот это, они посмотрели и дали пол мешка зерна, это все. Вот, и тогда она, ну что, она плачет, ей надо что-то. И она пошла где-то, а греки же, когда пришли сюда, вот когда греки пришли, что они брали? Они же брали все самое ценное, но они не брали ни сено, ни деньги, они брали вот это золото, что они могли принести. И вот она и вынесла брошку, вот эту, красный камень, говорит. Ну, дядя Сергея, он же старый уже был, это что, он уже, как бы уже давно его нет. И вокруг, говорит, белые такие камушки, он не знает, что это за были камушки. Ну, он пацаном был. Ну, вот, и говорит, что она им эту брошку отдала, а цыгане, как бы не говорили про них, какие-то там они воровиты или что. Они, говорит, взяли эту брошку, посмотрели и развернулись и ушли. И оставили ей бричку, и лошадей, и всю пшеницу, что была на ней. То есть, они вот это все ей оставили. Она долго стояла, ждала, говорила, дядя Сергея говорил, она запрещала нам подходить к этой пшенице, потому что сейчас они придут и будут ругать. Ну, почему вы там, а мы пацанами колупали там эту пшеницу, ели ее сырой, ну, чтобы как бы, раньше было такое, ели сырую пшеницу. Вот, и мы ждали, ждали, они не приходили в эти цыгане. Они ушли с этой брошки. Они боялись потерять вот эту брошку, потому что видно, там такая ценность была, что стоило много. Вот такая вот история. Хорошая история, спасибо. Да.